А зачем Путину нужны нищие? Ну вот в самом деле, зачем? Разве не проще было сделать, как в какой-нибудь там Норвегии или даже в Арабских Эмиратах? Ведь одних только нефтедолларов за путинские годы было получено больше трех триллионов. Можно было их вложить в инфраструктуру, можно как-то раздать людям. Раздал бы и все бы любили Путина. Разве это не так работает? Как ни странно, вовсе нет. Мы много раз видели, как на выборах самого разного уровня за действующую власть, за Путина, за Единую Россию, больше и лучше голосуют самые бедные, малообразованные и обделенные слои населения. Посмотрите вот, например, на знаменитую электоральную карту Москвы 2013 года. Самые благополучные районы столицы за Навального, а более бедные за Собянина. И на эту тему можно привести множество других примеров, которые сводятся все к одному. Чем беднее избиратели, тем больше они любят Путина. Почему так получается? Это ведь странно. Давайте разберемся. Вы все видели много раз знаменитую пирамиду Маслоу и иерархию потребностей человека. На первом уровне физиологические базовые потребности, без которых просто не выжить. Потом безопасность и дальше потом уже более сложные вещи, связанные с обществом, саморазвитием, самовыражением и свободой. Это все работает и применительно к электоральной политике. Я вам сейчас объясню, буквально на бутербродах. Вот есть избиратель, у которого все неплохо с базовыми потребностями. У него есть хлеб и масло, и сыр, даже может быть икра. И есть второй, такой же, но у которого есть только кусок хлеба. Действующая политическая система им обоим не нравится по тем или иным причинам. Но, по крайней мере, она предсказуема. Они более или менее понимают, чего ожидать от нее завтра. Но и оба, конечно, понимают, что изменение политической системы может привести к временному ухудшению ситуации, какой-то турбулентности. Перемены могут потребовать потерпеть, затянуть пояса и тому подобное. Разница же между ними в том, что один может себе это позволить. Остаться на некоторое время без икры. Ничего страшного. А другой не может. Без куска хлеба он умрет. С первой ступеньки пирамиды некуда падать. Самые бедные и обделенные на самом деле не за власть. На самом деле они больше всего страшатся перемен. Их можно понять. Это-то Путин и понял 12 лет тому назад, когда сделал ключевым лозунгом своего правления вот эту так называемую стабильность. Стал торговать стабильностью оптом и в розницу. Из каждого телеприемника, из каждого утюга. Говорит-то он про стабильность, а подразумевает другую, но тоже очень простую вещь. Вот вам сейчас плохо, но если попробуете рыпаться, попробуете это изменить, может стать еще хуже. Так что не пытайтесь. Это и есть основной пропагандистский прием и по сути квинтэссенция, единственный лозунг 12 последних лет путинского правления. Так что все правильно написал гениальный Илья Кормильцев еще почти 40 лет тому назад. Нищие молятся на то, что их нищета гарантирована. Не случайно диктатура успешнее всего держится в очень бедных странах. Куба, Северная Корея. Когда людям буквально нечего есть, им не до перемен. Нефтяная Венесуэла была когда-то богатой, и режим Чавеса шатался. Мадуро сделал ее абсолютно нищей. Но только благодаря этому у него и получается пока что держаться у власти. Демократия в среднем гораздо богаче диктатур. Но там власть меняется регулярно. А Путину это очень не по душе. И получается вот такой парадоксальный вывод. Путину тем выгоднее, чем люди беднее. Так ему гораздо проще сохранять власть бесконечно. Хотя чего же тут парадоксального? Посмотрите, ровно так и есть. Сделать как можно больше людей нищими и подконтрольными. Так, чтобы можно было покупать их голоса за несколько сотен или тысяч рублей. Десятилетиями рассказывать про так называемую стабильность, пугая всех лихими девяностыми. И конечно, изничтожить средний класс. Слишком вольнодумный, слишком многого требующий. Это и был настоящий план Путина. И надо сказать, что он немало преуспел в его реализации. Задавайте новые вопросы и отвеченные в следующих выпусках.